Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком, пожалуй, самым важном инструменте пиар-специалиста, каким является пресс-релиз. Наша тема сегодня – как написать грамотный пресс-релиз. Давайте сначала дадим определение пресс-релизу. В дословном переводе с английского языка пресс-релиз – это выпуск для прессы. Пресс-релиз – это краткое информационное нерекламное сообщение, подготовленное для журналистов и редакторов средств массовой информации и рассказывающее о событии, мероприятии или ином информационном поводе. Главная задача пресс-релиза – это сообщить новость таким образом, чтобы она была опубликована, полностью или частично заинтересовала журналиста и побудила его обратиться к вам за комментариями и дополнительной информацией. Нет более сложной задачи, чем заинтересовать журналиста своим пресс-релизом. И дело совсем не в том, что им неинтересно читать о событиях, происходящих в вашей компании, а в том, что традиционный стиль написания пресс-релизов иногда бывает невыразимо скучным. Чтобы добиться успеха и увидеть свою новость напечатанной, необходимо в первую очередь привлечь внимание самой редакции газеты или журнала. В крупных газетах и журналах в качестве своеобразного фильтра поступающей информации выступает выпускающий редактор, а в небольших – сам издатель. Даже если вы напрямую пообщаетесь с журналистом и заинтересуетесь своим материалом, он не сможет опубликовать новость без разрешения редактора. В среде журналистов даже ходит такая шутка. Умные пресс-релизы пишутся умными пиарщиками для умных журналистов, а те на их основании пишут статьи для глупых читателей. Ну, это шутка, конечно. Давайте разберемся. Читатели, конечно, совсем не глупы. Просто журналист обязан так подать им информацию, чтобы тем было интересно ее читать. Всегда помните, ваш релиз – один из десятков, которые ложатся на стол редактора ежедневно. Редактор издания в подавляющем большинстве случаев человек нервный и очень занятой, и он не будет вчитываться, поверьте, в каждое слово вашего гениального пресс-релиза. Только 10-15% отосланных в редакцию текстов попадают в печать. И одним щелчком мыши вы будете выброшены из памяти и забыты, если релиз не содержит чего-то такого, что может привлечь внимание редактора. Пробежав глазами текст по диагонали секунд за 20, выпускающий редактор сделает выводы. Быть релизу напечатанным и лежать с такими же несчастливыми собратьями в корзинах для бумаг, пока их не выкинет уборщица. Как же сделать так, чтобы именно ваш релиз попал в те заветные 10-15% и гордо встал на газетной или журнальной полосе? Есть несколько правил. Они несложные, но соблюдать их нужно четко, иначе корзина. Ну, первое из них. Грамотно написанный пресс-релиз обязательно привлечет внимание, если у него выдержана правильная структура заголовка, интригующее начало и краткое интересное содержание. Сначала первое и главное. Пресс-релиз, начинающийся со слов «вчера», скорее всего, безнадежно опоздал. Его почти никогда не напечатает ни одно уважающее себя издание. Для СМИ существует только сегодня и завтра. Объем пресс-релиза не должен превышать 1-1,5 страниц печатного текста, напечатанного желательно 14 геглем, чтобы его было удобнее читать. В первую очередь вы должны определиться с тем, на что вы хотите обратить внимание. Итак, давайте разберем правила написания пресс-релиза. Правила написания пресс-релиза. В начале пресс-релиза в правом верхнем углу указывают контактную информацию, фамилию, имя и должность автора пресс-релиза, а также его телефон и имейл. Пресс-релиз должен быть написан на бланке компании или в верхнем левом углу содержать логотип компании. Это повышает уровень доверия к изложенной информации. В пресс-релизе должна быть всего одна новость – четко изложенный информационный повод. Если поводов несколько, это отвлечет внимание от самого главного и нужный эффект достигнуть не будет. В пресс-релизе обязателен краткий ударный заголовок. Он должен содержать основную идею сообщения и сразу привлечь внимание журналиста. Сразу за заголовком следует резюме, которое конкретизирует его, имеется в виду заголовок. Резюме в одной фразе раскрывает содержание пресс-релиза. Если это не получается, то резюме лучше переделать. Резюме для привлечения внимания дается другим шрифтом, чем основной текст. Основная часть. В этом разделе дается ответ на основные вопросы пресс-релиза. Что, где, когда, для чего и сколько. Излагаются только краткие сухие факты. Используют минимум прилагательных превосходной степени. Желательный комментарий топ-менеджер компании о продукте, товаре или услуге. И основная часть не содержит никакой лирики и воды. Заканчивает пресс-релиз информационная справка о компании. Это необязательная, но желательная часть пресс-релиза. В ней дается дополнительная информация о компании. Если в пресс-релизе упинаются две фирмы, то желательно сообщить информацию о каждой из них. В информационную справку не надо вставлять сведения, явно носящие рекламный характер. Во-первых, это перегружает текст, а во-вторых, это произведет несерьезные впечатления о компании. О таких говорят, вся сила паровоза ушла в гудок. В то же время не стоит также делать вид, что ваша компания настолько известна, что редакции все должна знать заранее. Правильно дозируйте информацию. Если пресс-релиз написан не от лица компании, а от лица пресс-службы минимизируйте использование оценочных суждений от имени пресс-службы. Если в пресс-релизе вы даете дополнительную информацию, это могут быть графики, фотографии, таблицы, то она оформляется отдельным файлом. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, почему стандартный пресс-релиз обречен на провал. Во-первых, он написан официозным, тяжеловесным, так называемым суконным языком и вызывает недоверие. В нем много преувеличений. Он безличен и рассчитан на слишком широкую аудиторию. Мы помним, что всегда нужно выбирать целевую аудиторию, которой ваш пресс-релиз адресован. Он неверно сфокусирован. В центре внимания находится не новость, а сама компания. Он написан неграмотно. И, наконец, у него слишком большой объем. Какие же темы заранее неинтересны журналистам? Если в самом начале пресс-релиза стоит фраза «Компания такая-то объявляет» и дальше «бла-бла-бла», и следует текст о том, что одна компания объединяется с другой, получает дополнительное финансирование, и это является главным информационным поводом, то такой текст вряд ли станет на новостийную полосу центральных газет или информационных лент. Если речь, конечно, не идет о гигантах, ну, компании типа «Норильский никель» покупает «Сибирский никель». Или компания такая-то объявляет о выпуске продукта такого-то. Ну, такой те прилиза тоже скучен и, скорее всего, будет воспринят как спам, поскольку из него, как торчащие уши царя Медаса, ясно видна цель продвижения вашего нового продукта. В данном случае хорошо бы перевернуть ситуацию и написать о новом продукте, чем он хорош по сравнению с другими аналогичными, и в контексте этой информации упомянуть саму компанию. У такого материала попасть на полосу шансов будет гораздо больше. При условии, конечно, что этот продукт или услуга действительно хороши, они занимают место в шеренге себе подобных. Следующий пример неинтересной темы. Компания планирует. В релизах подобного типа содержится информация о том, что компания такая-то, планирует сделать то-то и то-то. Ну, например, кондитерская фабрика «Красный октябрь» планирует выпустить новый сорт шоколадных конфет. Выпускающий редактор наверняка этот текст прокомментирует. Планируешь, ну и планируешь себе. Но если написать, что новый сорт конфет в фабрике «Красный октябрь», который та специально выпустит к Новому году, содержит уникальный орех макадамия, к примеру, да, и сделан он из низкокалорийного шоколада, который предпочитает всем остальным, например, Дима Билан, эту новость обязательно встанет на полосу. Во всяком случае, женские журналы, порталы и журналы о здоровье и красоте почти наверняка им заинтересуется. Ну, каждый со своей стороны, конечно. И еще, следующий пример. Компания такая-то завершила проект. В этом материале имеет место обыкновенное хвастовство компании своими достижениями и нулевой информационный повод. Такой материал идет в корзину. Как оформить пресс-релиз? Прежде всего, его желательно сопроводить с каким-то личным обращением к тому, кто будет его читать. На прошлой лекции мы говорили о неформальных отношениях с журналистами. Это всегда может пригодиться. Приду такой пример. На моей памяти один молодой пиар-менеджер, мой коллега, очень хотел, чтобы релиз его компании обязательно был опубликован на страницах одной уважаемой газеты. Он не постеснялся и позвонил выпускающему редактору с просьбой об опубликовании. Долго просил и приводил всяческие аргументы в пользу того, что его материал нужно обязательно поставить номер. В разговоре был упомянут сейчас почти забытый поэт Александр Твардовский. Мой коллега не поленился, залез в интернет и с чувством прочитал редактору стихотворения Твардовского Ленин и Печник. Редактор долго смеялся и материал в номер поставил. Стоит ли говорить, что после этого у них установились теплые неформальные отношения, а релиз, кстати говоря, был и впрямь хорош. Посылая по мейлу релиз, помните, что большие логотипы, украшения и прочие кучерявости существенно утяжеляют файл, который может у журналиста просто не открыться. Пресс-релиз, написанный экзотическим шрифтом или в котором используется столько цветов, что его условно можно назвать пожар в джунглях, сразу отбивает желание его читать. И не высылайте файлы, вернее наоборот, и высылайте файлы без вирусов, пожалуйста. И последнее. Если вы увидите свой пресс-релиз в издании, перепечатанный без изменения вплоть до последней запятой, не расстраивайтесь и не обвиняйте журналистов в банальной лени. Просто ваш текст был так хорош, лаконичен и убедителен, что тот не заходил в нем ничего менять, да еще фамилию свою под ним подставил. А о чем это свидетельствует? О вашем профессионализме, конечно. Теперь давайте поговорим об отношениях в редакции пресс-релизом. Оно двойственное. С одной стороны, редакции мучительно хочется заработать денег, и ваш релиз может быть направлен прямиком не в корзину для мусора, а в отдел рекламы. Тогда очень скоро раздастся звонок по вашему контактному телефону, и милые, скорее всего, женские голоса вам скажут, здравствуйте, а не хотели бы вы опубликовать ваш материал в нашем издании на правах рекламы? Наши полполосы стоят столько-то, но мы готовы сделать скидку. Стоит ли говорить, что тексты, опубликованные на правах рекламы, почти никто никогда не читает. А стоит эта реклама столько, что лучше на эти деньги купить подарки к празднику ветеранам, живущим неподалеку от офиса. С другой стороны, всем средствам массовой информации нужны интересные материалы. И если ваш пресс-релиз действительно написан хорошим, живым языком, содержит интересные сведения и послан с вашим личным обращением к лояльной вашему компании-журналисту, он обязательно будет опубликован. Следующая тема, которую я хотела бы рассмотреть, называется «Научитесь говорить публично». Если вы работаете в сфере связи с общественностью, то устные выступления для вас станут одной из наиболее частых форм работы. Для многих устные выступления – это настоящая каторга. Если вы относитесь именно к этому типу людей, то давайте избавимся от некоторых комплексов, мешающих вам успешно и легко выступать на публике. С чего начать? Не торопитесь сразу писать свою речь. Сначала самому себе ответьте на вопросы. По какому поводу выступаете? Кто ваша целевая аудитория и какая цель перед вами стоит? Проанализируйте ситуацию, и вы увидите предстоящее событие более масштабно. Теперь пора составлять план выступления, который условно можно разбить на три части – начало выступления, середина выступления и, конечно же, заключительная часть. Разбейте каждый пункт на несколько частей, и получится подробный план. Теперь его необходимо заполнить информацией, которой вы собираетесь поделиться своей целевой аудиторией. Условно, вашу информацию можно разделить на две части – первичную и вторичную. Первая – это та, которую вы должны включить в состав своей речи. Вторая – это та информация, которую вы не обязаны озвучивать, но необходимо знать по теме. Она вам поможет пригодиться, вернее, она вам может пригодиться при ответах на вопросы аудитории. Написание речи. Мы все когда-то писали шпаргалки, и многим они помогли. Мне тоже помогали, правда, один раз и навредили. Поймали прямо на экзамене по истории за списыванием и с позором выгнали вон. Но речь совсем не об этом. Шпаргалки – это карточки, на которых собрана нужная и компактная информация. Вот эти карточки и пригодятся нам для выступления. На мой взгляд, развернутый план на карточках самый лучший вариант. Преимущество карточек в том, что их легче держать и перебирать в руках, и труднее испортить или помять. На карточках размещаются опорные пункты плана, ключевые фразы у вашего выступления. Кроме карточек, в вашем выступлении будут использованы наглядные пособия. Обычно это бывают графики, чертежи и таблицы, которые выполнены в программе PowerPoint. Наглядные пособия просто необходимы. Аудитории важно видеть текст, который вы проговариваете, иначе вы потеряете ее интерес. Наглядными пособиями могут служить также и плакаты, но здесь надо продумать, сколько рядов слушателей будет в зале и смогут ли они их увидеть. В последнее время часто используются так называемые белые доски, на которых пишут специальными маркерами. Для больших помещений они не подойдут, но в средней или маленькой комнате будут очень эффективны. Всегда можно будет записать информацию на них, стереть или исправить. Теперь место выступления. Оно должно быть проверено очень тщательно. Что нужно предусмотреть? Если вы устраиваете свое публичное выступление или презентацию в каком-нибудь отеле, а сейчас чаще поступают именно так, его специальная банкетная служба поможет вам провести мероприятие на достойном уровне. Предоставит необходимое оборудование и технику, компьютеры, микрофоны, свет, обслуживание, но не лишним будет проверить розетки и удлинители. Проверьте исправность розетки. Подготовьте заползные удлинители и сделайте это лично, хотя бы для собственного спокойствия. Теперь оборудование. Его обязательно также нужно проверить на месте, а не только в офисе. Аудиотехника. Обязательно проверьте звук микрофона, причем поговорите в него, а не просто стучите пальцем. Обеспечение безопасности. Проверьте, чтобы люди не путались в проводах, которые наверняка будут змеяться по полу. Туалет. Обязательно посмотрите, где он находится. Исправен, чист ли он. Есть ли там средства гигиены и затруднен ли доступ туда? Это тоже входит в ваши обязанности. Следующая позиция. Перерывы или брейки, как их теперь называют. Здесь тоже должно быть все четко продумано. Если вы решили объявить перерыв, убедитесь, что вас слышат и понимают, куда пройти. Шумы. Шумов быть не должно. Помещение нужно обязательно проверить на наличие шумов заранее и попытаться их нейтрализовать. Если это не получается, отказаться в пользу более спокойного места проведения. Украшения. Мы часто во время презентации украшаем зал. Но даже если они у вас подготовлены, продумайте заранее, куда их развешивать. Теперь поговорим о том, как побороть волнение перед выступлением. Здесь займитесь небольшим аутотренингом. Задайте перед выступлением себе вопрос. Чего я боюсь? Что я смогу сделать, чтобы случилось то, чего я боюсь? Я боюсь, что меня будут невнимательно слушать или перебьют? Или я боюсь, что не смогу ответить на вопрос аудитории? Эти вопросы наверняка будут вас мучить. Но если вы побороли волнение, то поняли, что вас беспокоит больше всего, и с этим справляетесь. Поэтому заготовьте ответы на каверзные вопросы, если они будут, конечно, и реплики, если вас перебьют. Проиграйте свои страхи, прочувствуйте ситуацию несколько раз, и вы успокоитесь. Чтобы не забыть текст, воспользуйтесь карточками. Мы о них говорили раньше. Есть несколько простых, но действенных способов, чтобы успокоиться. Им пользуются профессиональные актеры перед выходом на сцену, и это мучат в театральных институтах. Вот они. Попробуйте расслабиться. Поиграйте пальцами. Это помогает преодолеть нервозность. Сложите руки в замок и погрутите большими пальцами друг от друга. Это элементарное действие действительно сильно отвлекает. Йоги советуют дышить глубоко. Это позволит вам сосредоточиться. Теперь само выступление. Как известно, все хорошие импровизации тщательно готовятся заранее. Выступление без предварительной подготовки, особенно начинающего оратора, почти наверняка будет провальным. Писатель Марк Твен по этому поводу говорил, требуется более трех недель, чтобы подготовить хорошую короткую речь экспромтом. Давайте тренироваться и мы. С чего начать? Сначала подготовьте каркас своего выступления. Определите мотивацию слушателей, для чего им это нужно. Выделите главную идею. Разделите идею на составные части. Определите ключевые слова, которые надо повторить несколько раз, чтобы слушатели их запомнили. Продумайте план и структуру речи. Не забудьте подготовить яркие примеры жизни, истории и литературы, которые вы используете в качестве примеров. Определите момент в ходе выступления, когда вы обратитесь к аудитории с каким-либо вопросом или просьбой на что-то назвать. Это значительно повысит степень восприятия материала. Напишите основной текст, уделив особое внимание его начала и особенно завершению. Помните, как говорил Штирлиц, главное не войти в разговор, а как из него выйти. Особенностью ведения вашего выступления является то, что по нему аудитория быстро составит о вас свое мнение, которое будет доминировать на протяжении всего выступления. Допустите ошибки, потом исправить их будет трудно. Заключительная часть предусматривает подведение итогов. Здесь нужно вспомнить ключевые проблемы и повторить основные идеи. Помните, ваш главный контролер – это время. Внимательно слушать и воспринимать вас будут всего 15-20 минут, не более. Потом внимание аудитории значительно ослабеет. Старайтесь говорить образно. Слова должны нарисовать у слушателей нужную картинку. Недаром в древности учителя-литорики говорили своим слушателям. Расскажи, что бы я увидел. Старайтесь использовать те слова, которые подкрепляют желаемую цель. Очень важно находиться на одном культурном уровне с аудиторией. Выбирая место для выступления, учитывайте свой рост. Необходимо проверить, все ли присутствующие вас видят. Представьте себе, говорящая голова, еле возвышающаяся на трибуной, производит комическое впечатление. Если вы не обладаете гренадерским ростом, позаботьтесь о специальной подставке заранее. Выступление перед аудиторией – это всегда небольшой спектакль, шоу одного актера, которому нужно тщательно готовиться. Известно, например, что Наполеон перед зеркалом репетировал все свои выступления неоднократно, зорко следя не только за мимикой и модуляциями своему голоса, но и приказывал тщательно подбирать тебе приличествующую моменту одежду, выступая перед сенатом то военном мундире, а то и по часу в тоге римского императора с лавровым венком на голове. Мы, конечно, не Наполеоны, но о своем внешнем виде тоже стоит позаботиться заранее. Учитывая это, брюки и юбки выступающего должны быть достаточно длинными, носки высокими, а туфли у женщин – безупречными. Лучше пользоваться теми вещами, в которых вы чувствуете себя комфортно и которые не отвлекают вас своим неудобством. Универсальное правило любого выступления – не допускать дисбаланса между тем, что вы говорите и как выглядите. В официальных случаях мужчине подойдет средний серый костюм, белый или светлая рубашка и неброский галстук. Женщине также подойдет брючный костюм спокойных расцветок, туфли на среднем кублуке и минимум ярких массивных украшений. Вообще, чтобы выглядеть комильфо, присмотритесь, как одеваются западные женщины политики – Ангела Меркель или, например, Кандализа Райс. Конечно, некогда стоять перед гардеробом и раздумывать, что бы сегодня такое надеть. За них их это сделают стилисты. Плохого, поверьте, не посоветуют. И еще советую смотреть новости политики по Евроньюз. Ловите тенденции хорошего вкуса. При выступлении публично может случиться абсолютно все. Воспринимайте философские любые неожиданности – поломку микрофона, зависание компьютера, падение стакана с водой со стола, внезапную паузу. Относитесь к этому с юмором. А как еще относиться? Не рыдать же? Попробуйте обыграть это все выгодным для вас ключе. И, завершая речь, скажите ли слушателям что-нибудь приятное. Такой позитивный импульс в финале останется в памяти людей и их восприятии ваше выступление. На сегодня это все. Надеюсь, что вам было интересно и позитивный импульс остался в вашей памяти. До свидания.